На этой неделе АвтоВАЗ оказался героем сразу нескольких важных новостей, главный из которых в том, что как минимум один конвейер завода вскоре оживет. До недавнего времени должности председателя совета директоров и президента занимал один человек, французский управленец Николя Мор. Но отныне должности решено разделить. Так президентом компании ранее назначили Максима Соколова, а теперь Минпромторг назвал нового председателя совета директоров. Им стал действующий министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Ему предстоит принимать стратегические решения, а на плечи президента ляжет оперативное управление. Впрочем, обоим только предстоит понять, что представляет собой флагман российского автопрома. Кстати, в пресс-релизе «Лады» от 23 мая есть интересная цитата министра. «Новые продукты будут разрабатываться на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций и с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов. Это принципиальное решение». Однако сейчас высказывания Дениса Мантурова подкорректировали. «Новые продукты будут разрабатываться в том числе на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций и далее по тексту». Новая формулировка позволяет надеяться, что «Рено» позволит марке «Ладо» использовать свои платформы, моторы и другие наработки. Более того, как сообщает паблик «Автоград Ньюс» из соцсети ВК, некоторые директоры вазовских производств, а также ведущие специалисты службы инжиниринга отправились в Москву на бывший завод «Рено Россия». Цель этой командировки – осмотреть и оценить оборудование, необходимое для выпуска «Дастера». Но это отдаленные перспективы, а самое ближайшее – возобновление производства «Лады Гранты». Ожидалось, что сборка автомобилей без подушек безопасности, антиблокировочной системы и с 8-клапанным мотором уровня примерно Евро-2 начнется 6 июня. Но фактически завод запустился уже в пятницу, третьего. Началась сварка кузовов. Дилеры ожидают цену около 600 тысяч рублей, то есть примерно на 150 тысяч меньше, чем стоит обычная, а не упрощенная «Гранта». Кроме того, отправленная из Ижевска партия рестайлинговых вест, собранных несколько недель назад, приехала не к дилерам, что означало бы скорую презентацию, а в научно-технический центр вазов Тольятти. Напомним, что внешность обновленной весты показали журналистам в конце февраля. Редактор субтитров А.Семкин